Всем тихой ночи. В ролике про червя я упоминал проект Чистокол. Многие из вас заинтересовались этой темой, так что будем разбираться. К слову, на самом сайте SCP все тексты на эту тему давно переведены, но до сих пор висят в черновиках, потому найти их не так просто. Вот такая вот замечательная система переводов. В мире SCP есть такая вещь, как SCP-1437. Суть этой штуки в том, что это дыра в земле, которая ведет в странный механизм. Механизм этот работает таким образом, что если в него что-то попадает, оно исчезает в одном мире и появляется в каком-то другом. Выбор мира для телепортации случайен. То есть с одной стороны, если что-то бросить в 1437, оно пропадет в одном мире и выпадет в другом. С другой стороны, из дыры время от времени валятся вещи из-под параллельных вселенных, которые там в дыру бросили. Однажды из этой межмировой аномалии выпал труп человека. А дело в том, что живое существо не может пройти дыру и остаться собственно живым. Труп был одет в форму неопознанной организации. При себе у него был носитель информации по конструкции почти идентичной флеш-карте. Фонд SCP расшифровал данные на носители и оказалось, что это документы от дела необычных происшествий ФБР из другого мира. Что же такое было в этих документах? В мире, из которого этот человек выпал, ФБР поймали агента фонда SCP. При этом сам фонд в том измерении не только не слишком секретен, но и открыто воюет с правительственными организациями. Упоминаются даже битвы между оперативными группами SCP и армией США. ФБР предложили обменять пойманного на своих пленных, на что фонд ответил, что пойманный человек у них не числится. Один из сотрудников ФБР решил изучить этот вопрос и узнал, что такой человек давно умер. Вооружившись этими фактами, он снова допросил пленника, но тот лишь ответил, что он пришел из другого мира и работает над проектом Чистокол. Суть проекта Чистокол он раскрывать не стал, сославшись, что в этом нет смысла. И вскоре стало понятно почему, ведь тот мир начал буквально рассыпаться, распадаться на мелкие осколки реальности. В надежде на спасение, человек из ФБР прыгнул в дыру, ведущую в другие миры. Однако, видимо, ее свойства умертвлять любую жизнь он не знал. Действия переносятся в другой параллельный мир, где материализовался Никто. Никто это довольно популярный персонаж интернет-культуры, о нем ходит немало сетевых легенд, и которого очень любят в том числе и авторы SCP. О нем есть отдельное видео на канале. И если совсем кратко, Никто это не материальная сущность, живущая где-то между мирами и следящая за балансом вещей. При желании Никто способен принимать форму человека из плоти и крови, при этом он всегда появляется в виде самого обычного и непримечательного мужчины средних лет в деловом костюме, который, закончив свои дела, также неожиданно и бесследно пропадает, как и появляется. Появившись в том мире, Никто занялся тем, что попытался проникнуть на местную зону фонда. Он хотел узнать, что же такое проект Чистокол, которым занялся фонд этой реальности. К его удивлению, в подземной базе фонда он был пойман и допрошен. Впрочем, в результате допроса сам Никто узнал больше, чем его допрашивающий. Он узнал, что Чистокол это проект защиты самой реальности, связанный со множеством альтернативных измерений. Эти две истории составляют первую главу проекта Чистокол, из которой мы узнаем, что нечто уничтожает один мир за другим, и фонд одного из миров задумал проект Чистокол, который настолько грандиозен, что привлекает даже таких полубожественных сущностей, как Никто. Следующая часть истории рассказывается через объект SCP-3818. Вторая глава начинается с того, что в одной из зон фонда появился двойник агента фонда, который в этой зоне работал. До выяснения обстоятельств этого события и самого агента и появившуюся его копию поставили на содержание под номером 3818. По сюжету объекта фонду так и не удалось докопаться до истины, ведь оба человека были совершенно нормальными экземплярами работавшего в фонде сотрудника. И единственной странностью стало только то, что один человек вдруг стал двумя. Вскоре в этой зоне содержания произошло большое нарушение. Оборудование, предназначенное для содержания монстров и аномалий, просто взяло и сломалось. Многое из того, что было под замком у фонда, вырвалось на свободу. Во время этого события люди, обозначенные как SCP-3818, были убиты, растерзаны когтями и клыками одного из SCP-существ. Пока не совсем понятно, как это связано с общим сюжетом Чистокола. Возможно, так нам показывают, что с мультивселенной что-то не так. Такой же посылу и небольшого рассказа под названием Нарцисса, где показан сотрудник фонда, размышляющий о том, что мира скоро не станет. Чуть больше о происходящем мы узнаем из документа организации Черной Королевы. Про нее тоже есть видео. Ну, если кратко, эта организация собрана из множества экземпляров одного и того же человека из бесконечности параллельных миров. А еще этот человек – это дочь одного из сотрудников фонда. Так вот, читая документ Королев, мы понимаем, что в мультивселенной происходит что-то неладное. Сначала в миры проникает нечто лишнее. Это может быть человек, которого там быть не должно. Или даже какой-то предмет. Чаще всего просто ящик с землей. Этот предмет служит приманкой для чего-то поистине ужасного. После появления приманки, мир, которым она оказалась, начинает разрушаться. Буквально распадаться на фрагменты. Третья глава открывается новым SCP-001. SCP-001 – это обычно самый важный объект фонда. И я люблю говорить, что в каждом мире SCP первый объект свой. В данном случае это абсолютно верно, потому что SCP-001 проект «Частокол» – это первый объект одного конкретного мира. Того мира, где местный фонд считает себя оригинальным и самым главным среди всех других. А остальные миры – лишь копиями, либо отклонениями от нормы. Суть проекта «Частокол» в том, чтобы искать нестабильные реальности, для того чтобы, размещая в них приманки, которые названы векторами, направлять в них нечто, что в документе называется угрозой. Реальность, в которой помещен вектор, неизбежно атакуется угрозой, которая ее разрушает, буквально прогрозает в ней дыру. Смысл этой деятельности в том, чтобы держать угрозу на максимальном расстоянии от основной реальности. Собственно, этой угрозой и является то, что называется червем. Кстати, под видео про SCP-001-61 люди высказывали мысль, что червь из объекта и червь из «Частокола» – это разные сущности. Тут я спорить не буду, потому что сам автор в комментариях к своему объекту написал, что читатель должен сам сделать свои собственные выводы по поводу того, что есть червь. Все началось с того, что оригинальный фонд, используя различные аномалии, создал проект Altis, суть которого в создании параллельных миров, идентичных так называемой оригинальной реальности. По задумке, эти миры-клоны должны были сталкиваться с различными проблемами, и оригинальный фонд бы наблюдал за этим, смотрел, как эти проблемы решаются, и копировал бы удачные решения. В большинстве из этих миров оригинальный фонд спровоцировал события различных концов света и смотрел, что будет. В то же время часть из этих миров стали использоваться для испытания аномального оружия, а также для экспериментов, связанных с тем, что объекты взаимодействуют между собой. Один из таких экспериментов и привлек сущность, которая известна как червь. Тот самый червь, что начал прогрызать дыры в ткани самой реальности, приводя к тому, что целые миры становились похожи на болезненную галлюцинацию сумасшедшего. Кстати, жизнь одного такого мира описывается в другом апокалиптическом хабе под названием Апофеоз. Тогда был создан проект Чистокол, чтобы определенным сочетанием аномальных действий создавать предмет либо существо, работающее как приманка для червя. Как именно она создается, неясно, но в описании испытаний, которые привели к появлению червя, упоминается SCP-914-часовой механизм, SCP-002 Живая Комната и некоторые другие. Однако, по сути, это большой ритуал с кучей аномальных предметов, сложное взаимодействие которых в итоге и привлекает червя. Последний рассказ в хабе повествует о том, как однажды люди, ответственные за проведение этого ритуала, решили сделать его особенно кровавым и аморальным, что привлекло не только червя, но и существо, похожее на SCP-001 Стража Врат. Что происходит дальше, остается за кадром. Возможно, Страж Врат отгоняет червя, а может быть, червь пожирает его. Так или иначе, он продолжает свое разрушительное путешествие по мирам. Кстати, вы могли заметить, что в SCP вообще много текстов, показывающих тот или иной конец света. И в большинстве из них, если не во всех, причиной апокалиптических событий становится какой-то не в меру буйный SCP-объект. Хаб Чистокол дает интересное объяснение всем этим концам света, ведь по сути их устраивает оригинальный фонд, направляя червя на отдаленные от основной реальности миры. Как вам такая мета-идея по поводу концов света в SCP? Напишите в комментариях, обсудим ваши версии. Всем пока!